Дорогие друзья, с вами школа вязания Лорейн Вухард. Сегодня мы с вами вяжем перчатки на двух фонтурах. Начиная с бросовой нити по 20 игл в работе. Выполняем первый наборный ряд. Вяжут обе каретки. Навешиваем гребенку. В работе все еще бросовая нить. Переходим на круговое вязание. Это вязание, при котором поочередно вяжут то верхние, то нижние каретки. Провязываем несколько рядов бросовой нити. Разбор игл остается прежним. Мы с вами вяжем ложную резинку 2х2. Вводим в работу основную нить. Конец нити оставляем подлиннее. Он нам впоследствии потребуется. Щетчик рядов устанавливаем на ноль. Провязываем удвоенную высоту манжета. Я собираюсь провязать 100 рядов. Провязав 100 рядов, все иглы вводим в рабочее положение. После чего вяжем прямо до большого пальца еще 80 круговых рядов. Для выполнения большого пальца нам снова потребуется бросовая нить. Отрезаем небольшой кусок бросовой нити. Отступаем 3 петли от правого края верхней игольницы. Провязываем 11 петель вручную бросовой нитью. Подведите снизу, например, петлю ловитель и протяните вниз межигольниц кончики бросовой нити. Далее продолжаем вязать прямо круговыми рядами еще 60 рядов. Итак, в наших щетчиках по 240 рядов. Перевесьте краевой груз на правую часть работы. Обе каретки, как нижнюю, так и верхнюю, переведите в положение частичного вязания. С левой стороны выдвиньте верхнее нерабочее положение иглы с 20 по 10 включительно. В работе 9 игл верхний и 9 игл нижней игольницы. Вяжем прямо 52 ряда. Провязав 52 ряда указательного пальца перчатки, берем в руки двухыгольный декер и начинаем закрывать по 4 петли в каждом круговом ряду. С обеих сторон две петли верхней и две петли нижней игольницы. Закрытие петель выполняем в каждом ряду круговом или в каждом втором ряду по щетчику. Выполняем закрытие петель до тех пор, пока на каждый из игольниц не останется в работе по 2-3 петли. Вязание перчаток на двух фантурах это не сложная, но кропотливая и ювелирная работа. Поэтому вам придется внимательно следить за оттяжкой полотна. И затем, чтобы все петли были провязаны. Итак, в работе осталось 4 петли, мы их все переносим на верхнюю игольницу. Выполняем обвив, рабочую нить обрезаем, закрепляем получившуюся петлю. Итак, мы с вами провязали указательный палец для нашей перчатки. Вводим в рабочее положение 12 петель верхней и 12 петель нижней игольницы. С правой стороны вводим в рабочее положение 11 и 11 петли нижней и верхней игольницы. Теперь нам нужно с вами выполнить следующее. Для межпальцевого промежутка нам нужно добавить сюда петли низлежащих рядов. Добавлять петли будем методом скрещивания. Опустим правую часть игольницы. Вот наш с вами провязанный указательный палец. Нам нужно его приподнять. Несколько это неудобно. И извлечь полупетлю предыдущего ряда от большого пальца. И навесить эти петли нужно методом скрещивания. Те петли, которые были провязаны на задней игольнице, мы ее одеваем на переднюю игольницу. И точно так же находим соответствующую петлю передней игольницы и ее надеваем на заднюю. Итак, мы добавили петли в работу. После поднятия игольниц навешиваем груз на соответствующие, только что введенные в работу петли. Рабочую нить опускаем меж игольниц, заводим в каретку и приступаем к вывязыванию среднего пальца перчатки. И вяжем 60 круговых рядов. Не забываем об оттяжке. Следим за тем, чтобы она была равномерной и петли не зажжевывались. Провязав 60 рядов, заканчиваем средний палец перчатки. Точно так же, как и указательный. При помощи двух игольного декера, через каждые два ряда, закрывая по одной петле с обеих сторон. Последние четыре петли. Перепестить на одну иглу и закрыть их одной петлей. Петлю затянуть и приступить к выполнению безымянного пальца. 10 игл при помощи декера переведите в рабочее положение B. Отпустите груз, опустите коридку. И нам нужно с вами для межпальцевого пространства добавить дополнительные петли. Перчатку выворачиваем и добавляем петли низлежащего ряда. Полупетлю низлежащего ряда в скрещенном виде. После чего снова берем рабочую нить. Заводим рабочую нить в нити водитель каретки. Счетчик рядов вновь сбрасываем на ноль. Навешиваем груз на место вывязывания пальчика и провязываем 52 круговых ряда. Провязав 52 ряда, аналогично предыдущим двум пальчикам, начинаем попарно закрывать петли с обеих сторон, как на верхней, так и на нижней угольнице. При этом следите за оттяжкой. Приступая к вывязыванию мизинца для перчатки, вы можете уже включить утюги, чтобы они нагрелись для отпаривания. Оставшиеся петли в количестве 3 верхние 3 нижней игольницы перенесите на одну петлю, закройте в один прием. Закрепите нить, просто вытянув петлю. И нам с вами остаются по 8 игл мизинца. Иглы мизинца опустите в рабочее положение. Освободите полотно от грузов. Опустите нижнюю игольницу. Аналогично тому, как выполнялись предыдущие пальчики, это единственный неудобный момент вывязывания перчатки на самом деле. Нужно добавить полупетли низ лежащего ряда, именно части пальца в скрещенном виде, верхнюю и после чего соответственно на нижнюю игольницу. Поднимите игольницу. Рабочую нить заведите межигольниц в нити водитель. Провяжите 44 круговых ряда. Закончите вязание мизинца точно так же, как и предыдущие пальчики перчатки. А именно при помощи двух игольного деггера в каждом втором ряду сокращаете по одной петле с каждой стороны обеих игольниц. Оставшиеся 3 петли с нижней игольницы на верхнюю. Оставшиеся петли переносим на одну иглу. Закрываем. И так наша перчатка пока выглядит вот таким вот образом. А мы с вами отправляемся ее отпаривать. С учетом того, что мы сейчас с вами освободим бросовую нить, оставив открытыми петли, мы с вами хорошенько отпариваем верхние открытые петли и открытые петли для большого пальца. Хорошенько отпарив петли для большого пальца, отправляемся к вязальной машине. Теперь для нас наступит не очень приятный момент, для кого-то надо сказать очень волнующий момент, потому что нам нужно достать бросовую нить, оставив открытыми петли большого пальца. Итак, вот наши открытые петли большого пальца. Опускаем нижнюю игольницу, подводим эти петли, надеваем на иглы машины. Петли открытые, поэтому работаем аккуратно, ничего не тянем. Я надеюсь, вы не забыли хорошенько заутюжить их. Надели на верхнюю игольницу и теперь нужно точно так же аккуратненько, аккуратненько надеть на нижнюю. После того, как вы надели петли, добавьте полупетлю низлежащего ряда на верхнюю и нижнюю игольницы с обеих сторон. Рабочую нить заводим межигольницей, провязываем 44 круговых ряда. Итак, провязав 44 ряда, закрываем петли для большого пальца. Оставшиеся три петли нижней игольницы переносим на соответствующие петли вверх. Оставляем 6 петель на одной игле и можем считать именно вязаную работу законченной. Для начала давайте надрежем нить первого наборного ряда. Потянем за начальный конец нити для того, чтобы раскрыть наборный ряд. Вот так выглядит наша перчатка. Правда же, концы нити еще не заправлены, но тем не менее, вот она у нас. Нам остается с вами решить с оформлением верха. Мы можем оставить перчатку вот в таком виде, а можем и просто закрыть петли. А можем сделать следующее. Перчатку немножко выворачиваем для того, чтобы удобно было с ней работать. Перегибаем ее пополам. До соприкосновения. До соприкосновения с началом кулирной глади. Конец нити, который я вас просила оставить длинным, перетягиваем. И объединяя открытые петли начала выполнения манжета и полупетли первого ряда кулирной глади, вот таким неспешным образом. Внимательно, не затягивая. Одновременно закрываем петли и выполняем подгиб. Выполняя подгиб, следите за тем, чтобы вы не затягивали работу. Вторую перчатку свяжите абсолютно аналогично, только лишь в зеркальном отображении. Я не сомневаюсь, что для тех, кто вместе с нами провязал эти перчатки, мастер-класс понравился. Вяжите вместе с нами, подписывайтесь на наш канал. Ищите нас в инстаграм, пишите ваши комментарии и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok